кличес привет как вы могли заметить у нас сегодня такой необычный формат видео я буду просто сидеть и что-то вам рассказывать а не бегать по всему дому или там по всему отелю что-то снимать потому что у меня первый разговорный видос на канале я надеюсь что вам понравится такой формат и и мне понравится его снимать потому что я думаю что его снимать намного менее напряжен чем бегать по какому-то месту с телефоном я надеюсь такие досы будут выходить почаще если будет классный отклик я долго думала что же я могу снять в таком формате просто чтобы сидеть вам рассказывать и самым логичным вариантом оказалось просто проанализировать свой директ и подумать что же вам нравится про что же вы спрашиваете и самое первое место по спросу заняли мои истории как бы банально это не было но очень много ребят спрашивают про то где я что монтирую как я что делаю какими фильтрами приложениями вообще что я делаю что происходит как я чем пользуюсь поэтому сегодня у нас будет такой вот спокойный интересненький информативный и познавательный видосик я буду рассказывать про приложения которые я использую про вообще штуки которыми я пользуюсь на ежедневной основе потому что история выкладываю вы знаете каждый каждый день поэтому поехали расскажу вам сегодня все 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 и покажу достаем мой прекрасный телефончик на котором и происходит весь монтаж все волшебство и как вы могли заметить я немножечко переместилась чтобы вот здесь вот у вас был макап телефон честно появится и все 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 что я записываю на своем телефоне на протяжении этого видео вы будете видеть чтобы собственно вы не терялись не пугались все 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 было понятно первое что мы делаем открываем прекрасную папочку которая называется videos очень оригинальная знаю здесь у меня 9 приложений которые я использую реально на постоянке у меня есть отдельная папочка с приложениями которые использую очень-очень редко для супер какого-то сложного монтажа если что-то я хочу такое крутое забатить но это происходит раз в месяц мне кажется и не чаще поэтому основные фавориты о которых мы будем сегодня говорить это вот эти вот 9 просто чудес света которые я реально обожаю начнем с самого первого и самого часто используя его мов что ж такое начнем с самого первого и самого часто используя его мов начнем с самого первого и самого часто используя его м начнем с самого первого и самого часто используя его и вы начнем с самого первого и самого часто используя его мовы головы начнем с приложения которые использую чаще всего это вен я его реально обожаю весь 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 монтаж вот просто истории там утренняя рутина и вечерняя ручина какой-то вложек дня я монтирую именно здесь и нигде больше Возьмем какой-нибудь из старых видосов, например, вот мой влог с Дельфинария. Я думаю, что это самое то для примера. Как вы можете заметить, здесь просто какие-то непонятные кнопочки внизу. Давайте разберемся, что зачем. Есть какие-то шаблоны. Если честно, я никогда эти не использую, всегда монтирую все сама, это как бы неинтересненько. Фильтры. Я думаю, здесь все понятно. Есть сами фильтры, есть отдельная коррекция по вот каким-то базовым таким штучкам. Я думаю, здесь несложно разобраться. Скорость, ускорение, замедление, собственно, ничего сложного. Есть штучка разделить. Я думаю, тоже очевидно, зачем вы это делаете, чтобы делать какие-то нарезочки. Можно выбрать отдельный кусочек и его обрезать. Но я чаще всего использую именно вот штучку разделения, потому что это наиболее удобный вариант. Есть вот такая штука, почему-то она называется FX. Честно, я не знаю, что это, как бы для чего, почему именно так, но как есть. Здесь классные штуки по типу переходиков между отрывков вашего видео. Это очень классная тема. То есть вы можете, например, поставить какую-то вспышку. И то есть мы включаем и видим то, что здесь происходит просто магия и красивый переходик между отрывками и отрезками видоса. Я очень часто их вставляю и вам советую. Далее у нас удалить громкость и фон. Я думаю, здесь не стоит углубляться. Можно обрезать видео под форматы. Очень классная тема с форматами, потому что иногда я снимаю и влог на YouTube, и истории в Instagram одновременно. Одновременно с одного телефона, поэтому я снимаю горизонтальный влог. И просто потом могу вырезать из него форматом TikTok какой-то вертикальный слой и вставить его к себе в историю. Это очень удобно для меня. Повороты, зеркальное отражение, отражение по горизонтали. Я думаю, тоже все очевидно. Стоп-кадр очень классная тема. Если вы можете заморозить в какой-то момент, и он просто у вас так останется. Это очень актуально в моментах, где вы делаете какое-то там мемное лицо, например, и вы можете так в стоп-кадр, чтобы люди посмотрели на ваше угарное лицо и продолжили смотреть видос. Также штучка зумировать. Очень простая тема, можно отдалять, приближать. Здесь самое классное для меня то, что есть зумирование влево, вправо, вниз и вверх. Это очень прикольно, и в некоторых видео смотрится классно. Но я предпочитаю зумировать в другом приложении, мы о нем поговорим позже. Там можно именно контролировать зум, его степень, его скорость и так далее, и это намного удобнее. Но если вам нужно базовое зумирование, Вен с ним прекрасно справляется. И последнее, что у нас есть, это штучка наверх, которая просто меняет слой видео. Но я хочу упомянуть об еще одной очень классной функции этого приложения, это музыка. Для меня это самое удобное, просто райское приложение, потому что здесь можно вставить выдержку из видео и сохранить какой-то отдельный альбомчик. И они никуда не удаляются. У меня есть целые подборки музыки, это просто лучший лайфхак ever, запоминайте, если вы монтируете истории. Короче, я выбираю музыку в ТикТоке, которая мне нравится, которую я бы хотела видеть в своих историях. Я сохраняю понравившиеся мне звуки в ТикТоке и просто делаю запись экрана и слушаю каждый звук поочередно. Потом я вставляю эту запись вот сюда вот, сохраняю к себе, у меня здесь не помечены звездочками подобные подборки. И потом просто любую историю, которую нужно быстро смонтировать, вы можете сопровождать музыкой из этой подборки. Это происходит вот так вот за 5 секунд. Я покажу вам пример. Например, здесь вот у меня звуковая подборка на полторы минутки. Собственно, видите, вот эти разрывы между звуками? Это как раз-таки переход между вот этими тиктокерскими штуками. Поэтому запоминайте, пользуйтесь, это реально гениальный лайфхак, который я использую на ежедневной основе. Это очень-очень круто, очень легко. Просто вау, советую, рекомендую. Также можно оставлять звуки из iTunes, но я справляюсь и без этого. Переходим к приложению номер 2. Оно очень банально называется, просто шрифты, но оно очень классное по своему содержанию. Есть, на самом деле, просто безумное количество шрифтов, которые можно, мне кажется, вечно листать. Их реально очень-очень-очень много, и они абсолютно разнообразные. Единственная проблема этого приложения в том, что, конечно же, как мы все понимаем, как мы все привыкли, есть шрифты, предназначенные только для английских буквок, они не подходят к русским, поэтому ими пользоваться нельзя. У этого приложения есть платная версия, но на самом деле я могу сказать, что я довольствуюсь бесплатной, и, в принципе, пока что нужды оплачивать полную я не вижу. Здесь есть анимированные шрифты, и есть каллиграфия, это раздел с просто разными шрифтами, не такими там оригинальными и вычурными, а просто обычными черно-белыми. Плюс есть подборки стикеров, я, скажу честно, я ими не пользуюсь, но у некоторых блогеров видео смотрится прикольно, но я не хочу с ним заморачиваться, честно говоря, поэтому если вы хотите попробовать что-то новое, вставить что-то такое оригинальное, то you are welcome. И классный раздел избранное, куда вы можете добавлять какие-то шрифты, какие-то стикеры, то, что вам нравится, и, собственно, у вас будет подборка ваших оригинальных классных шрифтов. Как видите, у меня здесь всего четыре, потому что по факту я использую только последний. Краткий экскурс в то, как это работает. Вы просто тыкаете на любой понравившийся вам шрифт и пишете то, что вам нужно. Например, привет. Кстати, очень классная тема с тем, что можно делать стрелочки. Я их постоянно использую в своем инстаграме. Дальше мы тыкаем на поделиться и просто копируем. Тут вылезет вот такая вот штучка, что все это у нас скопировалось. Заходим в инстаграм, делаем фотографию. Закрашиваем белым, чтобы вам было видно лучше. И просто через вкладочку текста мы вставляем то, что напечатали в приложении. Можно это увеличить, перевернуть, все что угодно. В общем, фишка очень крутая. Я постоянно использую неоновые стрелочки. Они мне безумно-безумно нравятся. Поэтому, если вы хотите как-то дополнить свои истории и сделать их оригинальными, то, пожалуйста, используйте приложение из шрифты. Оно прям классное. Переходим к номеру три. Это видеолип. Я думаю, вы про него неоднократно слышали. Оно очень популярное среди блогерских кругов. Давайте добавим новый проект. Выберем, например, видео из предыдущего влога. Вот я тут такая красивая разговариваю. И что же мы тут можем сделать? Здесь есть несколько самых классных функций, которые я использую. Во-первых, это функция миксер. У вас вылезает ваша прекрасная фотопленочка. И вы можете вставить видео или фото на уже выбранный видос с вами. Все это прекрасно работает. Плюсом к этому вы можете настроить фильтры, анимацию, непрозрачность и так далее на видео или фото, добавленном вами. Самое классное, это, естественно, работающий хромакей. Тоже классная тема. Опробуйте. Давайте мы его удалим и посмотрим, что еще интересного у нас тут есть. Я думаю, вы все видели у блогеров белый текст на таком неоновом размытом фоне. Собственно, вот, раскрываем все карты. Мы делаем эту штуку именно здесь. Соответственно, добавляем какой-то интересный текст. Например, привет, который я с первого раза не могу написать. И переходим в конец. Ищем здесь фон. Выбираем мягкость. Я делаю такой достаточно концентрированный. И просто выбираем любой понравившийся вам цвет. Собственно, вот, видео с прекрасными субтитрами готово. Что у нас далее? С текстом есть еще классные штучки, типа анимированные шрифты. Я их редко использую, но они все-таки здесь есть. В некоторых блогерах я их видела, поэтому если вам нравится, пользуйтесь. Плюс здесь есть разные стикеры. Их на самом деле прям огромное количество. Можно выбирать сколько угодно, но по факту такие же гифки есть в инстаграме, поэтому я не знаю, есть ли смысл их использовать. Но если вам нравится, you are welcome. Переходим дальше. Классная тема с эффектами. Я на самом деле ее не использую, но есть всякие классные там блики и так далее. Если кому-то это нравится, опять-таки можете добавлять. Плюс есть помехи. Если вам нужно что-то заблюрить, это очень классно. Здесь есть как пиксельные, так и там льмины, всякие штуки. Поэтому полазите, посмотрите, это очень интересно. И самая-самая главная фишка этого приложения, которую вы можете сразу не разгадать, потому что нам вот тут снизу просто так не указано. Что же нужно сделать? Мы выбираем какой-то видос, нажимаем на этот маленький плюсик с ромбиком, который совсем непонятен, совсем незаметен. Немножечко отводим видосик, нажимаем еще раз, меняем положение кадра и любуемся прекрасным зумом, который будет в вашем видео. И самое годное то, что этот зум можно делать с любыми фотографиями, с любым текстом, со всем, что вы добавляете, это можно сделать. По-моему, это просто гениальнейшая вещь. И самое классное то, что вы можете контролировать скорость зума, куда он у вас зазумится, его положение и так далее. Пользуйтесь, не благодарите. Переходим далее. Мы закончили с такими тремя главными титанами, которые я действительно использую на ежедневной основе. И переходим уже к менее важным приложениям в моих историях. CapCut. Посмотрим на один из моих проектов. Например, этот вот, я его очень-очень люблю. Здесь две самые годные функции. Это эффекты и это стикеры. Давайте разберемся со стикерами. Здесь есть кнопочка Stickers. Вы на нее нажимаете, и у вас вскакивает вот такая вот непонятная штука. Казалось бы, какие-то стрёмные сидячки, что это вообще такое. Но если вы такните на кнопочку Hot, то можно посмотреть и увидеть просто наикрутейшие стикеры здесь. Там, например, отсчеты, загрузка, game over и так далее. Я постоянно их использую. Это действительно очень-очень классно и прям супер украшает ваши истории. Переходим к эффектам. Здесь, собственно, есть кнопочка эффекты. Добавляем эффект. Чаще всего я использую что-то из разряда базовых. Здесь есть классный блюр, всякие тоже отсчеты, виньетки и так далее. Здесь нужно реально все это изучить, потому что здесь просто огромное количество вкладок, каких-то непонятных эффектов. Поэтому обязательно посмотрите, полазите, посмотрите это именно сами, попробуйте на своих видосах. И я уверена, что получится что-то крутое. Переходим к следующему приложению. Оно называется Vita. Единственная классная функция, которую я для себя здесь нашла и которой я действительно пользуюсь, это эффекты. Здесь есть очень интересный раздел, который называется Blink. Это всякие блестючки, звездочки на вашем экране. И здесь просто миллион всяких вариаций вот этих вот блесток. Поэтому обязательно посмотрите, почекайте. Я очень люблю, как это выглядит на экране, особенно в ТикТоке. Поэтому не пренебрегайте этим. Очень советую вам это все изучить и посмотреть. Помимо этого, там, конечно, очень много других эффектов, но я, честно говоря, им не пользуюсь, потому что есть Капкад. Что же у нас далее? Далее у нас приложение Теза. Я думаю, вы тоже о нем слышали, потому что его неоднократно упоминали другие блогеры. Единственное, что в нем можно делать, это добавлять какие-то фильтрики, также настраивать все отдельно, подать вот пунктиком, я не знаю, как это назвать. Но для меня самое крутое то, что это приложение является аналогом Lightroom, только для видео. Я думаю, что вы по-любому слышали про это приложение, потому что здесь есть вот такой вот пунктик, который называется HSL. Ну, короче, здесь есть цветокор, прям вот отдельно по каждому цвету. Это безумно классная вещь, которую я пользуюсь на постоянке, потому что если где-то у вас слишком красный нос, я не знаю, или слишком оранжевый фон, вы можете немножко убрать насыщенность отдельного цвета, и это очень поможет в общей картинке. Идем дальше. Приложение Unfold. Это просто огромная сборка таких коллажей, шаблонов на интереснейших вот таких вот вещей. И самое крутое то, что вы можете вставлять в ваш шаблон не только фото, но и даже видео, и можете их, например, миксовать, вставляя и фотографию, и видео на один шаблон. Мы вышли на финишную прямую. Осталось всего два приложения. Первое — это Prequail. Я думаю, про него тоже слышали, потому что у них есть таргетированная реклама в Инсте, и у меня она постоянно вылезает, несмотря на то, что приложение уже скачено. В общем, это просто огромная сборища разных фильтров и эффектов для ваших видосов. Я советую вам самим покопаться, потому что здесь их просто нереально много. Но мои любимые фильтры — это IndieKit и Irish. И самый классный эффект — это, конечно же, Sparkles, потому что я уже говорила, что безуманных блесточек и звездочек на экране. Последнее приложение, которое я периодически использую, это Photoshop Mix. Я использую его для того, чтобы вырезать какие-то сообщения, например, там, что-то из Директа или из Телеграма, и вставлять вот такие вот штучки на прозрачном фоне себе в Инстаграм. Например, возьмем мой последний проект. Я брала отзывы девочек о моем менторстве просто вырезала, сохраняла к себе фотопленку и, соответственно, вставляла через фотки в Инстаграм. Получается всегда очень-очень здорово, и многие интересуются, как я все-таки вырезаю эти фоны и так далее. Делать это все очень просто. Берем, например, вот те же отзывы, которые я вам показывала, вставляем невырезанный скрин, нажимаем кнопочку «Вырезать» и просто начинаем обводить все то, что вам нужно оставить. Соответственно, ненужное мы оставляем вот этим вот PNG-шным фоном из кубиков. Все-все-все обводим. На самом деле, все это происходит довольно быстро и легко, потому что здесь есть смарт-ласо, которое само, собственно, выделяет все, что вам нужно и определяет границы выделенных вами объектов. Потом мы сохраняем себе эту фотопленочку и видим вот такой вот результат на сочерном фоне, и потом просто вставляем это к себе в истории и радуемся жизни. Фух, оказалось, я разговариваю так долго и не так уж и просто. Итак, мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам понравился такой формат, потому что для меня, на самом деле, оказалось сложно разговаривать так долго. Но это очень интересный такой классный опыт. Поэтому, если вам зайдет, то буду снимать больше таких разговорных видосиков, что-то буду вам такое вещать, рассказывать. И, как обычно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, все, что нужно, делайте. Я уверена, что вы сами справитесь. Спасибо большое за просмотр. Пока!